Мы хотим поступать в Академию МВД и приехали сюда, чтобы познакомиться с этим получше, узнать все более подробно. Мне это очень интересно, у меня правовые уроки, но мне интересен закон, хотелось бы служить Родине. Хочу поступать в Академию МВД, так как я с детства мечтала связать свою жизнь с милицией, со всем таким делом, но пока я еще не определилась на какую специальность. Тогда вы по адресу, уверенно заявляют берестейские правоохранители. Именно здесь, в УВД, во время дня открытых дверей можно и нужно задавать интересующие вопросы, чтобы не только еще больше убедиться в том, что милиция – это именно то, с чем хотелось бы связать свою будущую жизнь, но и определиться с будущим профилем служебной деятельности – следствие, уголовный розыск, криминалистика. А потому правоохранители разных ведомств рассказывали о многом. О нас, о нашей работе, о том, чтобы они сделали правильный выбор, о том, чтобы не ошиблись, и если придя уже к нам работать, были хорошими специалистами и давали отдачу. Безусловно, особое внимание потенциальных абитуриентов было уделено общению с представителями Академии Министерства внутренних дел, кузницы милицейских кадров страны. Учреждение с более чем полувековой историей предъявляет особое требование к будущим студентам. Немаловажным показателем при поступлении является средний балл по окончании школы, плюс результаты централизованного тестирования. В последние годы наметилась тенденция увеличения желающих получить профессию в погонах среди представительниц прекрасного пола. В ВУЗе их со счета не снимают. Однако, в силу специфики работы, предпочтение все же на стороне юношей. Женщины в силовой службе, конечно же, нужны, но, конечно, основной упор мы сделаем на мужскую составляющую. Все-таки это силовой ВУЗ, готовим сотрудников органов трензил с определенными требованиями и, конечно же, достаточно тяжелая служба. А служба правоохранителей на самом деле и опасна, и трудна. Сложная экономическая обстановка, трудовая незанятость, некоторые части наших граждан обязывают сотрудников правоохранительных органов прилагать максимальные усилия к наведению порядка, обеспечивать сохранность государственной собственности, создавать условия для безопасного проживания граждан, защищать их права и имущества. А потому тишина и спокойствие ночных улиц, возможность трудиться, не беспокоясь за безопасность своих близких. Все это мы имеем благодаря им, стражам порядка, сделавшим когда-то свой главный, правильный, профессиональный выбор.